Продолжение следует... Поэтому мы предлагаем вам настроиться на волну радости, удовольствия, некий серфинг по волне CBT и нашего сегодняшнего и завтрашнего мероприятия под торжественным названием CBT-форум. Мы очень рады вас приветствовать на нашем новом формате. Как вы знаете, мы люди творческие и здесь вы все тоже не случайно, потому что и вы люди творческие. И в эти дни найти силы, время, энергию, запал для того, чтобы приехать сюда. Это безусловно креатив и безусловно характеристика вас как личностей. И это замечательно, что мы объединены такой идеей, таким праздником духа, праздником духа когнитивно-поведенческого подхода. И мы надеемся разделить с вами эту радость, потому что наша ассоциация как раз была призвана объединить людей, объединить этой общей идеей. И для нас, конечно, счастье видеть так много и знакомых лиц, и новых лиц, которые, безусловно, показывают то, что это важное дело. И то, что в этом важном деле у нас есть и помощники, и сторонники, и новые лидеры. И мы очень благодарны вам за это. И вы видите, и наша команда тоже растет. С удовольствием еще раз представляю вам уже знакомую Аню Шагинян, которая стала мотором, двигателем этой новой формы. И с большой благодарностью предоставляю слово своей супруге, одновременно, как вы знаете, директора по развитию нашей ассоциации. Хрупкой женщине, на чьи плечи падает вся организационная часть, гигантская бумажная работа. И вот эти бессонные ночи последние, это, конечно, большое давление на мое чувство совести, поскольку муж однозначный деспот и тиран, потому что вовлекает супругу в такую деятельность, очень насыщенную. Ну, мы надеемся, что результаты этой деятельности и вдохновят вас, и дадут нам новые силы, новые ресурсы для того, чтобы все эти дни провести в радости, удовольствии, интересе, творчестве и соратничестве. Прошу. Спасибо. Спасибо, что передал мне слово. Чувство совести – это очень интересный такой экзистенциальный компонент, видимо. Я хотела бы поприветствовать вас, коллеги, кто приехал к нам лично. У нас сегодня очень много людей из разных городов, из разных стран. Очень рады, что вы смогли к нам приехать, несмотря на все трудности и плохую погоду в Петербурге. Ну, точнее, не плохую, а обычную. Хотела бы также поприветствовать людей, которые не смогли к нам приехать, но все-таки участвуют с нами через онлайн-трансляцию. Нам это очень приятно, очень важно. Мы старались, как могли, чтобы всем досталось немножко CBT, хоть в каком-то виде. Но мы постараемся насытить программу, сделать ее максимально интересной. Коллеги, с кем мы уже вчера встречались и ранее на предыдущих мероприятиях. Вы знаете, что мы не обходимся одним мероприятием. Мы начинаем заранее разогреваться, готовиться к празднику. И вот, наконец, сегодня апогей этого праздника. Первый день нашего замечательного форума и традиционного четвертого уже съезда ассоциации. Спасибо большое еще раз за присутствие здесь. И мы хотели бы показать вам приветствие от самой Джудит Бек. Это дочка Аарона Бека, основателя когнитивной терапии. Для нас это огромный сюрприз и счастье, что она записала такое замечательное приветственное слово для членов нашей ассоциации и участников CBT форума. Пожалуйста, можно видео включить? I am so honored that the Association of Cognitive Affairs has come to love me to this conference. My dad, Dr. Ernest, and I are so pleased that CBT is flourishing in Russia. We wish we could be there in person. And I'd like to update you on what is keeping us so busy here in Philadelphia. My dad is 96 and still working hard. I wish you could see him in action. Every two weeks or so, he does a question and answer and role play session with our workshop participants. His latest passion, along with Paul Grant and his research team, is developing and testing a variation of CBT for individuals with schizophrenia. It's called a recovery-oriented cognitive therapy for psychosis. The program is aimed toward low-functioning individuals who have been in hospitals for many years, sometimes even 15 years or more. In a nutshell, they engage the individuals with schizophrenia. They help them identify their values and their goals. And they provide positive experiences that give the individuals the same positive feelings that achieving their aspiration would give them. These experiences are also behavioral experiments through which individuals test their negative beliefs and predictions. When the individuals are engaged in one of these normal human activities, their natural personality emerges and their symptoms reduce. That's a very brief summary for an incredible treatment that research has demonstrated to be effective. Although therapists don't necessarily tend to use formal CBT methods, such as Socratic questioning, at least initially, they do conceptualize the case according to a cognitive framework, and they use experiential methods to modify beliefs. As for me, not only do I lead the Beck Institute, but I've been very busy developing online courses for therapists. So far, people in over 106 countries have taken nearly 7,000 of these courses. So far, we have multi-week courses on the essentials of CBT, depression, anxiety, and personality disorders. We are actually now launching a four-part course on mindfulness. And we'll soon have other short one-hour courses on the therapeutic relationship, goal setting, and some others. We have lots more ideas for future courses, too. Our mission here at the Beck Institute is to improve lives worldwide through excellence in CBT. We've found that so many therapists think they know how to do CBT, but we've found they really don't. It's my personal mission to help therapists improve their ability to establish strong therapeutic relationships, develop accurate cognitive conceptualizations, use their conceptualization to plan treatment, structure sessions effectively, and implement strategies successfully. My second mission is to keep updating CBT as new research provides guidelines for making treatment ever more effective. I hope you'll visit our website and sign up for our newsletter so you can keep informed about the latest developments in CBT. The scientific program for this conference looks very interesting. And now, my dad and I hope that you have a terrific conference. Спасибо, коллеги, что удалось все-таки посмотреть. И я начинаю уже внедрять немножко нетворкинга. И хочу сказать, что, например, Ольга Андреевна проводит даже занятия по-английскому для психологов и психотерапевтов, организовала такую инициативу. Поэтому для тех, кто почувствовал, что во время видео, что стоит потянуть свой английский, можно, Ольге Андреевне, узнать, как же это реализовать, например, в своем городе. Также это видео можно посмотреть на канале Ассоциации с автоматическими субтитрами, если есть такая необходимость. Они художественные. Да, там очень подробный, качественный художественный перевод. Но в первую очередь мы хотели бы благодарить и Джудит Бек, и, безусловно, ее отца, и основателя когнитивной терапии Аарона Бека за их тепло, человеческое участие, дружбу, которая уже много лет связывает нашу ассоциацию и Институт Бека, Академию когнитивной терапии и в целом все сообщество когнитивно-поведенческих психотерапевтов, которые не знают границ, и это очень символично, потому что граница – это такая условность, ограничивающая убеждения. И поэтому мы очень благодарны нашим коллегам, которые как раз являются примером такого качественного мышления без ограничивающих убеждений. И сам Аарон Бек, конечно, является для нас живым символом развития, живым символом того, как можно осуществить своими, в некотором смысле слова, руками активное долголетие, потому что мы надеемся встретить всем сообществом 97-летие уже в этом году Аарона Бека. И представьте, до сих пор этот человек полон творческого такого запала, энтузиазма в хорошем смысле слова. И его статьи, его книги, его участие активное, и в том числе интерес к нашему мероприятию, живой и неподдельный, это пример того, что человек не просто может дожить до такого возраста, но и встретить его на совершенно фантастическом уровне когнитивной сложности, на фантастическом уровне самореализации и такой активности духа, активности жизни, творческой активности. Поэтому мы надеемся, что само это направление и наше сообщество, и наше движение, это не только помощь другим, но и помощь самим себе, потому что многочисленные исследования, касающиеся и самих людей, помогающих профессий, говорят о том, что наша нейронная сеть растет, и это дает шанс последовать такому зажигательному и качественному, наглядному, яркому примеру, который подает нам Аарон Бек. Поэтому мы очень благодарны Джудит Бек как сегодняшнему лидеру когнитивно-поведенческой терапии, не только руководителю института имени своего отца, но и действительно активному, ищущему, развивающемуся ученому, исследователю, педагогу и организатору. Ее мы благодарим в том числе и за помощь нашей ассоциации. Именно к сегодняшнему дню мы выпустили самое свежее издание, второе переработанное, которое сегодня используется как такой условный базовый учебник в институте Бека. И с сегодняшнего дня в нашей стране будет самый свежий передовой учебник. И это подарок от Джудит Бека и от института Бека. Поэтому давайте поблагодарим этих замечательных людей за их вклад во все это мировое движение. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok